Доброго времени сутки, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Олег Бородин. Я являюсь основательным и управляющим партнером франшизы Фамилия Пекарни. Иногда при общении с потенциальными партнерами я осознаю, что не у всех есть полное понимание, как работает этот бизнес. Иногда появляется заблуждение как небольшого характера, так и фундаментального характера, который может привести к нежелательным последствиям уже при строительстве своего бизнеса. В связи с этим я решил создать небольшой курс основы бизнеса Пекарни, который поможет нам лучше разобраться в этом бизнесе. И если у вас были какие-то заблуждения действительно фундаментального характера, то вы сможете их пересмотреть и понять вообще нужен ли вам этот бизнес. Если же наши мысли совпадают, тогда больше обращайте внимание на цифры в этом небольшом курсе и на какие-то особенности, которые помогут вам лучше в нем разобраться. Итак, давайте приступим к первой нашей части. Она будет небольшая, но важная. Обязательно смотреть с хорошим настроением, замечать и подмечать для себя особенности бизнеса Пекарни. Как я сказал, меня зовут Олег Парадин, я являюсь основательным и управляющим партнером франшизы Фамилия Пекарни. Не буду долго на себе останавливаться. Прочтите, пожалуйста, все на сайте, посмотрите на этот слайд, увидите, почему я так люблю управлять знаниями, почему я вообще пришел к франшизе, которая и является бизнесом, который работает именно на управлении знаниями. Будем мы с вами говорить на языке больше цифр. И, естественно, как в любом бизнесе, главное это выручка, которая состоит из количества чеков, множе на средний чек. Вот исходя из этих понятий, мы с вами будем двигаться от блока к блоку. У нас будет 4 основных блока. Первый это кратко об экономике. Вот в этом именно уроке мы с вами возьмем и разберем одну Пекарню, посмотрим ее выручить, посмотрим ее чеки, средние чеки, посмотрим ее расходную часть и поймем, где же прибыль. Дальше мы разобьем выручку на две составляющие части. Первое количество чеков, откуда они берутся, как можно их увеличить. Посмотрим на средний чек, что нам позволяет делать хороший средний чек. Ну и будут небольшие бонусы, которые сможете посмотреть в последнюю очередь, а можете, конечно же, и в первую, все в ваших руках. Итак, приступим. Да, наша сеть, люблю этот слайд, поэтому всегда его не забываю вставлять. Давайте посмотрим на одну из наших последних пекарен, Калачин-Доно. Да, сразу скажу, что сегодня 4 января, поэтому вы увидите, что у нас сегодня первый рабочий день в Калачин-Доно. Сегодня сделали выручку уже 25 500 600 рублей. Если же мы возьмем прошлый месяц, то увидим, что всего была выручка 904 тысячи рублей, с учетом того, что у нас были санитарные дни. В итоге средняя выручка за день 30 тысяч рублей. Это важно. Я сначала думал показать конкретно какой-то день. Ну, давайте попробуем пощелкать по дням, чтобы действительно убедиться, что так оно и есть. 28 тысяч рублей, 219 средний чек, 128 средний чек. На самом деле для пекарен 128 средний чек достаточно большой. В нашей сети фамильной пекарни средний чек примерно 117-120 рублей. И он является одним из самых больших среди федеральных сетей по России. Итак, давайте прощелкаем еще раз. По дням 30 тысяч, 32 тысячи, 28. Ну, то есть мы видим, что у нас картина складывается такая, что в среднем в день действительно примерно 30 тысяч рублей у нас выручка по Калачин-Дону. Да, население в Калачин-Дону 24 тысячи человек. Это обязательно нужно будет запомнить. Когда мы перейдем к уроку про количество чеков, мы будем разбирать два варианта. Первый это малый город и второй это большой город. Есть у них особенности. Так, увидели, что у нас 30 тысяч выручка. Давайте теперь перейдем к нашему калькулятору прибыли. Калькулятор прибыли вы получаете каждый раз, когда заполняете заявку на нашем сайте. Что здесь важно? Он сразу настроен на минимальные показатели. Давайте мы эти показатели сейчас изменим для того, чтобы понять, сколько зарабатывает, либо должен зарабатывать Калачин-Дону. Так, сделаем мы следующее. Первый блок, это верхний блок, это выручка и, собственно говоря, сразу итоги по месяцу. Снизу у нас вся расходная часть. У нас есть несколько вариантов и сейчас мы эти варианты будем изменять для того, чтобы понимать, как у нас будет меняться прибыль при той или иной выручке. Начнем мы с 26. И дойдем до 36 тысяч рублей. Далее. Норма затрата сырья. Эталоном в бизнесе общепита 25%. Но каждый раз, когда у нас появляется новый партнер, конечно же, допускаются определенные ошибки. Это нормально. Партнер всегда учится. Поэтому у нас всегда норма затрата чуть повышена. Давайте мы поставим 30%. Еще сильнее повысим, дадим себе возможность ошибаться еще больше. Аренда. Давайте мы аренду тоже изменим. Сразу говорю, что в данном кейсе у нас арендная плата на 30 тысяч рублей, но мы ее изменим везде на 80 тысяч рублей в месяц. Уборку мы уберем, потому что у нас есть кухонный работник, которым можно вменить. Ну и везде сразу начнем ставить коммуналку 40 тысяч. То есть мы немного увеличим расходную часть. Дальше. Расходную часть мы изменили. У нас здесь сразу и стоит роялти. Кстати говоря, сколько по процентам. Завышенный процент. Процент неверный. Но давайте мы тоже его не будем менять. Будем считать, что у нас есть лишние накладные расходы. И опять же расходная часть у нас повышена немного. Дальше. Смотрим на блок персонала. Кто у нас вообще может быть? Кассир, помощник кассира, пекарь, кухонный работник. Здесь цифра указана, количество людей в смену. Смен всего у нас два. Две. Обычно мы работаем либо 2-2, либо 3-3. То есть три дня человек один на работу, потом три дня отдыхает. Соответственно выходит сменщик. То есть когда у нас будет рассчитываться зарплата, этот показатель будет умножен на двое. И прибавлено плюс все налоги. Дальше. Что мы делаем? Смотрим. Один кассир на самом деле может справляться с выручкой и 50 тысяч рублей. Единственное, конечно, по-хорошему нужно менять мотивацию. И чуть-чуть добавлять за очень хорошую работу. Ну давайте мы сразу где-нибудь в конце и добавим по 2 тысячи рублей. Сделаем сразу модель дифференциации. Ну а до 30 тысяч рублей у нас будет фикс. Дальше. Пекарь. Пекарь у нас сразу в смене. Два. И два пекаря могут легко справляться еще и при помощи кухни. У нас тоже кухня есть. С выручкой до 50 тысяч рублей. По-хорошему вот с этой выручкой может быть такая вариация, когда у нас один пекарь и один кухонный. У нас есть такие кейсы и сразу видите, как у нас меняется вот эта строчка с прибылью. Ну давайте мы поставим опять же немного безопасную для себя ситуацию, когда у нас есть опасения, что кто-то заболеет, кто-то не придет и так далее. Что мы видим? Мы поставили расходную часть по нашему персоналу, мы поставили расходную часть доставшейся, аренда, коммуналка и так далее. В том числе накладные расходы, они тоже здесь есть. И мы получаем в сумме прибыль 200 тысяч рублей при нашей текущей выручке. Дальше. Я вам показал, что арендная плата завышена. Если мы все-таки рассмотрим реальный кейс, то есть тот кейс, который я вам показал, именно того города, то арендная плата там другая. Зафиксировали. То есть при 30 тысяч рублей при завышенном показателе у нас будет 200 тысяч рублей арендная плата. Давайте все-таки поменяем на правильные цифры. Это малый город и реально арендная плата меньше. Также мы поставим реальную зарплату. Давайте так, я в одном случае поставлю реальную зарплату, а во всех остальных будет она чуть увеличена для того, чтобы вы сами могли для себя понять, какая же там прибыльность. Даже по самой низкой планке этого города прибыльность 200 тысяч рублей. Если вы везде измените на правильные цифры, то получите, соответственно, правильную прибыль в каждом из случаев. То есть по-хорошему вот она цель. Цель этого блока была простая, чтобы показать вам реальную пекарню с ее выручками. Опять напомню, что выручки у нас были 900 тысяч рублей. Давайте еще по прошлым месяцам тоже в ноябрь спустимся. В ноябре, да, у нас пекарня только была открыта. Но если вы видите, что она только начала работать и везде показатели были в той же самой диапазоне. То есть это абсолютно реальная работающая пекарня со своей выручкой. И вы сразу можете видеть, какая прибыль у этой пекарни в месяц при той бизнес-модели, которая есть в нашей сети. Поскольку я все-таки стараюсь сделать полезные курсы, то я буду говорить не только о нашей сети, но и о схожих бизнес-моделях. Но поскольку все-таки вы заполнили заявку и перешли на этот курс с сайта фамильной пекарни, поэтому мы чаще всего будем обращаться именно к нашей бизнес-модели. В следующих уроках мы с вами рассмотрим больше количество чеков и средний чек. Количество чеков в первую очередь будет зависеть от той локации, которая у вас есть. И как ее подбирать мы рассмотрим в следующем уроке. Продолжение следует...